Подросткам Югры выходные после вакцинации против ковида не полагаются. Как сообщила главная внештатная педиатра Депздрава Югры Галина Шипилова, молодые люди должны легко перенести вакцинацию спутником М. Проведенные в Москве исследования говорят о том, что рисков, связанных с осложнениями после прививки, не выявлено. По словам педиатра, вакцина для подростков – это тот же самый спутник В, только с функциональностью ниже в пять раз. При этом у детей с 12 до 17 лет все-таки могут наблюдаться такие же поствакцинальные симптомы, как и у взрослых. Головная боль, небольшое повышение температуры тела и боль в месте инъекции. Впрочем, это не должно пугать подростков, ведь еще неизвестно, как скажется омикрон на молодом организме. Поэтому лучше предупредить болезнь с помощью вакцинации. Вакцина прошла тестирование в Москве на добровольцах, многократное исследование. И тогда, когда был третий этап этих клинических испытаний, и вакцинация показала успешные результаты, после этого только 24 ноября эта вакцина была зарегистрирована в России. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!